11 августа 2020 года 1 2 3 4 6 6 кроватей комната хостел на самом деле большой и честно говоря мы думали вообще здесь провести ночь выселиться чуть найти поменьше потому что когда очень много народу сложно персоналу следить за чистотой здесь очень большой хостел очень много народу много комнат но тем не менее в принципе все выглядит нормально есть кухня чай кофе бесплатно xbox можно поиграть диванчики места где можно посидеть много туалетов ванны стирали машин все это есть и стоит 400 рублей с человек но решили все-таки здесь остаться не заморачиваться ничего не искать пока что потому что смотрели хостелы везде достаточно большие сейчас отправляемся на прогулку первый день питере и что-то естественно поснимают как мы зашли пусть в пышечное место здесь то есть вкусные пышки попробуем да я шеварю специально нарезанными салфеточками ешь как она качество как всегда пышек на высоте очень вкусно 15 рублей стоит пышка и вместо легко находится это знаменитая пышечная в питере не сказали нас пусть нас спасет и пусть налетит плевать и наши дети будут лучше чем вы лучше чем он лучше чем вы лучше чем вы Прогуливаемся по парку в Санкт-Петербурге Парк называется Парк 300-летия Санкт-Петербурга Впереди вот такое здание Лахта-центр Высота Лахта-центра 462 метра И главным объектом размещения здесь будет штаб-квартира Газпрома Пельсо потихло Мы зашли в бургерную сравнить с бургерами Тимати Бургеры называются мясная лавка Давай, у тебя похмельный бургер Здоровый Здоровый Даже в рот не залазил Мясо красное, ржанка, медиум Блин Мне больше нравится, чем у Тимати Котлеты вообще бомба С трюфельным соусом Ну, Тимати тот повкуснее, наверное, за счет соусом Соусом, да Так, конечно, тоже очень вкусно Ну, такой коктейль молочный С попкорном Знаешь, что я тебе хотел сказать еще? Мы завтра в Карелию едем Ты в шоке? Ну, как бы да Поедем, съездим Я уже билет купил на поезде На поезде? Да На машине Не, машина здесь встанет В обратную Сегодня 12 августа 2020 года Время примерно полшестого У нас сейчас быстрый, легкий завтрак И мы отправляемся в Карелии Нам нужно ехать на финляндский вокзал Примерно через 10-15 минут Будем успеть в Тимати Вот так выглядит наш хостел Такой большой достаточно Сейчас покажу кухню Что кто-то может быть ест Вот такая кухня Здесь есть xbox Ресепшн Ванны, туалеты Стиральные машины И тут наша комната Вот и наш поезд Ласточка Сейчас будет отправление Через 10 минут буквально Мы приехали до Сартовалы Это Карелия Но нам нужно вот на этот поезд Сесть дальше До Рускиалы Но там все места были заняты Еще за 3 дня до нашей поездки Поэтому я не смог взять билеты На этот поезд Ретро поезд Он очень красивый Внутри все в ретро стиле Там очень красивый ресторан Вагон Дают чай Можно купить Разную продукцию И сейчас нам нужно будет Скорее всего искать билеты Уже на автобус Обычный автобус Так что вот так Если будете ехать сюда Из Санкт-Петербурга То лучше бронируйте заранее Билеты вот на этот поезд В Рускиалу На ретро поезд В общем нас посадили Договорились мы Зайти в поезд Без места проехаться Так можно Стоил 2 билета 950 рублей примерно И обратно Мы тоже будем возвращаться На этом поезде Ласточка приезжает Сразу же пересаживаетесь На этот поезд И едете до Рускиалы И обратно в 17.30 по-моему Точно так же Мы сядем без места И поедем уже До сюда До Сартовалы Отсюда также ходят автобусы Это узнавала проводница Ласточки Я у нее спрошу Билеты сюда На этот поезд Бронируют за месяц То есть надо заранее покупать Если вы будете Если вы захотите Съездить в парк В горный парк В Рускиале Смотрите Купе Все в таком ретро стиле Здорово Станция сартовала Вот так выглядит вагон-ресторан Калиски с брусниками Рыбник с форелью И чай Ну что мы в парке Входной билет стоит 350 рублей И экскурсия оплачивается отдельно Я взял подземную экскурсию Снимаю Она стоит полторы тысячи Это самая дорогая экскурсия Говорят, что там холодно Около 5 градусов Поэтому надо одеваться Потеплее Кто собирается Пойти на подземную экскурсию Да, виды, конечно, красивые здесь Подземелья не любят шума Сует ли Лишних разговоров Когда мы с вами пойдем по штоне Специально под ногами Проложена бетонная дорожка Постарайтесь, пожалуйста, не оступиться Потому что водостойки Не закрыты решеткой Вы окажетесь в воде Это не очень приятно Там мы были в современном сооружении А вот сейчас наимно пороге истории Вот он, разработанный подземный горизонт Третий горизонт подземных выработок Это что ли Была здесь пройдена Финскими горняками В конце 19 века Я подчеркиваю Финскими Мы будем говорить О коротком периоде нашей истории С конца 19 до 1944 года С где-то за полвека Фины нам оставили наследство Целые километры подземных разработок Когда вы подходили Видели там у нас дату Вековечина 1896 Именно в том далеком году На белой мраморной горе Фины строят известковый завод Такие кирпичные обжиговые печи В развалинах Вы должны были их увидеть Если там было 9 печей построено По шведскому проекту На сегодняшний день Осталось всего лишь 4 Именно в этих печах Мрамор пережигали на известь И чтобы из нашего мрамора Получать известь Фины идут добывать его Туда вот в большие подземные залы Почему они выбирают Такой тяжелый пульт добычи мрамора Что здесь происходило Мы об этом и поговорим 130 метров длина этой штольни Она нас и выведет в большой зал Вот так взрывали мрамор Грузили вагонетки И были откатчики Которые должны были доставить Вагонетки на завод Такой штольни Имело значение откаточной Здесь была не бетонная А железная дорога Нагруженную мрамором вагонетку Два откатчика толкали этим путем Прямо к заводу И уж когда мрамор попадал в печь Под воздействием высокой температуры Происходила его перекристаллизация Твердая порода камер превращался в порошок В известь 35 тонн извести за сутки Такая была норма на заводе Зачем ее столько надо было Что случилось с заводом Мы об этом поговорим Вот эта метка цифра 3 Причем это не мы нацарапали Царапала рука горного инженера Маркшейдера Метки так и называются Маркшейдерские метки или пикеты Ставились на определенном расстоянии Одна от другой Мы заходили Вла цифра 1, 2, 3 Четверку найти не могли Нам даже премию назначали Мы там каждый квадратный сантиметр Смотрели Никаких следов Но может быть ее и вовсе не было Потому что у некоторых народов Цифра 4 символ несчастья Плохой знак Ее могли пропустить А вот нумерация заканчивается цифрой 5 Все, дальше зал Где добывали мрамор Почему здесь появляются какие-то метки Вот сейчас я вам открою Самую главную тайну этой мраморной горы Если бы здесь был только наш подземный горизонт В цифрах не было бы никакого смысла Мы находимся на единственном подземном горизонте Который нам достался Незатопленным Мы по нему выйдем прямо в главный карьер И окажемся перед озером Вы видели наш мраморный коньон Это главный карьер Так вот вы знаете, наверное Что когда карьер был рабочей воды Не было И сейчас он как хороший айсберг Все самое интересное Пречет под водой Там глубина до 35 метров Если бы мы сейчас воду откачали Мы бы обнаружили через 12 метров ниже Подземные выработки четвертого горизонта Еще более мощные и длительные С большим залом Где продолжали ставить метки Еще ниже дна есть пятый подземный горизонт И финны прошли даже шестым горизонтом ниже дна Здесь целый подземный город Километры подземных выработок И эти метки были как система координат По ним можно было ориентироваться Как номера квартир в многоэтажном доме Рассчитывать расстояние А уж если не дай бог аварии или обрушения Сразу подавался сигнал какого пикета И людям было понятно куда идти Чтобы оказать помощь тем кто попал в беду Именно от нас начинаются метки Потому что из подземных горизонтов мы первые Но и потом сохранились хорошо А вот что там на четвертом, пятом и шестом Надо спросить у дайверов Они к нам приезжают даже зимой Чтобы погрузиться в эти затопленные лабиринты Но это другая подводная история Мрамор, креодис греческого Блестящий сияющий камень Кольциды или доломиты В чем разница? Кольцидовый мрамор он как раз вот такой Как сахар белый Но может быть с темными полосками По своей фактуре более рыхлый и пористый Доломитовый я вам здесь не покажу Но вернее покажу вот таким сувениром Мне ребята специально подарили На земле есть такие темно-серого цвета Куски мрамора Вот этот доломитовый Темный, прочный В его состав входит магний Который придает им особые свойства Почему не покажу? Да потому что эта гора сложилась так Что кольцидовый мрамор Который очень хорош для извести Он залегает в ней тонкими пластами Или горизонтами И на определенной глубине Вот как белая начинка В слоеном пироге И когда финны построили Известковый завод Они встали перед дилеммой Чтобы известь была высокого качества Надо было из всей породы Выбрать эту белую начинку Вот эти горизонты Насыщены кольцидовым мрамором А каким образом? Снимать с крышную породу Толстым слоем Не годится Проще к этим горизонтам Подойти подземным путем Сначала геологи Проводят разведку Месторождения Узнают Где эти горизонты залегают А потом горные инженеры Просчитывают эти все проекты Как добраться к ним А горники создают Эту подземную сеть Та влага, которая пробилась Сквозь толщину мрамора Напиталась минералами Но они еще совсем летеныши Они за сто лет отрастают Всего на сантиметр Чтобы здесь увидеть Настоящие сталактиты Надо сюда заглянуть Через несколько тысячелетий Обычно, когда мы сюда выходим Я слышу одно и то же Все говорят Какая красота Я же всегда говорю Люди добрые То, что мы с вами видим В первую очередь Это памятник Каторжному тяжелому труду Как представить Сколько надо было приложить сил Оставить здоровье Да и людей него снимало Погибло Чтоб такую массу мрамора Взорвать и использовать Масштабы потрясающие По длине выработка Могла доходить до 200 метров По высоте до 12 Понимая, что в таких залах Могут быть обрушения Горники страховались Они специально оставляли Целиковые колонны Столбы опоры Целики Которые поддерживали потолок В нашем зале 8 колон Но обрушение Это все-таки произошло Это еще в финское время Там, где гуляют гости Был рабочий карьер Второго горизонта Мрамор взрывали На щебени крошку И из-за взрывов Наш потолок В самом тонком месте Начал давать трещины Понимая, что он может Обрушиться Горники убрали опасность Они взорвали Эту часть потолка И говорили Даже хорошо Природная вентиляция Дополнительный воздух Пошел под землю Грунтовые воды Затопили нашу выработку Под нами озеро 12 метров глубина Вот тут опять Поймите правильно Наш третий горизонт Он не мог быть Таким масштабным Мы сейчас с вами Как бы висим Между третьим И четвертым горизонтом У нас нет подошвы Если бы у нас был пол Он был бы на уровне озера Вагонетки откатывали И возвращали этим путем Мы могли бы ходить По этому залу Но ведь он был Куда же он делся А оказывается Когда фины вышли На четвертый горизонт А зал прямо под нами Точно так же Как в данной ситуации Перегородку между горизонтами Свой потолок С нашей подошвы Они убрали Объединив Третий и четвертый этаж В один большой мраморный зал С четвертого горизонта Есть своя затопленная Штольня в главный карьер Да к нам наведываются дайверы Иногда можно увидеть Светящиеся огни на дне Потом вода начинает бурлить Они с четвертого Поднимаются к нам на третий Выныривают Помашут рукой И точно так же С третьего по четвертому Уходят в главный карьер Есть еще одна подземная тайна У этой горы Если с нашего горизонта Вагонетки откатывали То с четвертого, пятого и шестого Их уже поднимали механизмы В грузовых клетях По системе шахт Здесь было три ствола шахты Три вертикальных выработки Наш западный ствол Шел на четвертый горизонт Но когда вы пойдете Вы его не увидите Потому что там завал из камней Его специально завалили Засыпали Чтоб не дай бог В этих шахтах кто-то не погиб Мы сейчас с вами пойдем по залу Пожалуйста, постарайтесь от меня Сильно не отставать Здесь все в определенном ритме Вперед за впечатление Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот провал с высоты птичьего полета По форме напоминает сердечко Гости, которые на нас смотрят Они, конечно, видят этот зал Но не в тех масштабах Чтобы представить, что здесь было создано Конечно, надо прийти к нам сюда А вот в этой темной части зала Именно зимой на льду Выставляются виденные скульптуры У нас здесь художественная подсветка Ловите момент Экологически чистый, безотходный продукт известь Имела очень широкое применение Взять строительство Без извести было не обойтись Побелить, а штукатурить и растворить Сделать кирпич Технологическую известь отправляли на ЦБК Отбеливать бумагу В колхозы совхозы с кислыми почвами Тоннами отправляли звездковую муку Гасили водой и на полях Сахарная промышленность Очистка свекольного сока Водочистительные сооружения Даже в пудреницах женщин В определенном составе входил Нелко измельченный звездковый порошок Богатый минералами Вот откуда были мраморные лички У русских красавиц Но 90-е годы Та волна, которая все разрушила Почти 10 лет пытались поддержать завод К концу прошлого столетия Печи заводов погасли навсегда Вся индустриальная история Осталась в прошлом веке И конечно вы понимаете Что я вам намеренно не рассказываю Об истории этого мрамора Которая уходит в глубь веков Как он тут сформировался Как его обнаружили Как его с 18 века Тоннами увозили в Петербург Для дворцов и соборов А ведь потом отказались А как его пилили на итальянском карьере Для метро Ленинграда И тоже карьер закрыли Много интересного можно было бы рассказать Но это другая история Вот там, на земле А у нас подземная экскурсия И уже время заканчивается Пора покидать зал Нас ждет еще одно что-нибудь За мной, пожалуйста, это не повторяйте Специально для вас Вот я потрогаю мрамор Ну как говорят, вода и камень точат А на пальце у меня ничто иное Как гашеная известь Это трудно себе представить Но именно в таком состоянии Здесь когда-то и зарождался наш мрамор В первую очередь Это была осадочная порода Здесь бушевало море И на дне этого моря Оседали эти кальцитовые соединения Зернышко к зернышко Слой за слоем Как такой слоеный пирог К нему примазывались и другие примеси Но до мрамора было далеко Это был всего лишь известковый Карбонатный илк Чтобы ему превратиться в твердую породу Нужны были серьезные метаморфозы Такие процессы, как воздействие Высокой температуры или горообразования Море отступает, бушует вулкан И весь этот пирог пропекается Потом начинаются тектонические процессы В результате которых Этот пирог был скомкан, смят Поэтому на нашем мраморе полоски То вдоль, то поперек А последнее потрясение ледник Трехкилометровый ледовый панцирь Пришел на нашу землю Он как пресс придавил земную кору Она прогнулась под ним И когда ледник отошел Земля вздохнула И образовался мрамор во всей красе Природа творила наш мрамор Два миллиарда лет А пришел разумный человек Взял мрамор Отправил в печь Опять на него воздействие Высокой температуры И происходит его обратная Перекристаллизация Он превращается в известь В то вещество, с которого Когда-то зародился То есть вот такие законы эволюции Законы природы И когда у меня спрашивают Ну как это так Мрамор и на известь Но вы поймите правильно Наш мрамор для архитектуры Был некачественный В результате вот всех этих метаморфоз Очень много примесей В нашем мраморе Которые портят качество камня И минерала В результате Так как он для архитектуры Не пригодился Конечно его надо было Использовать в человеческих целях Цель оправдывала средства Известь Она была экологически чистым Нужным продуктом Я всегда говорю Что на земле лучше Чем под землей Согласитесь Мы же здесь все Вот в этом определенном микроклимате У нас плюс 5 круглый год Это сейчас вы еще более-менее одеты А когда там была жара до 30 И к нам приходили В шортах, сланцах и футболках То конечно же Люди на меня странно смотрели Говорили Там совсем так плохо Ну там в холодильнике И я думаю Что когда человек мерзнет по пути Ему уже не очень интересно Они вот сюда просто бежали Чтобы только на теплом воздухе Хоть немножко отогреться А зимой у нас наоборот Теплее, чем на земле Поэтому зимой отсюда И не вытащить наших гостей Единственная разница Что сейчас у нас навигация И вы прокатитесь После экскурсии на понтоне А зимой у нас понтона нет Поэтому мы ходим туда и обратно По этим пещерам Мы приехали на водопады Ахинкоски Сейчас покажу маршрут Он примерно занимает 30 минут Пока Не знаю, нужно платить А, нужно платить Вот она, касса Сюда маршрутка стоила 200 рублей Туда и обратно Ехать примерно 3,5 километра Мы на входе Билет стоил 250 рублей Слава взрослого Сейчас посмотрим Что здесь есть интересного Разные красивые виды Все очень быстро Потому что у нас остается 20 минут до маршрутки По сути, приехали на 40 минут Сейчас бежим Наша поездка заканчивается в кафе Мы ужинами или обедами Я уже не знаю Карельская форель Она какая-то подкопченная С картошкой И квас Карельский квас У нас остается примерно час до поезда Поедим и будем возвращаться Ты хочешь картошку вкусную, да? Картошка правда вкусная Подкопченная такая Вкусная И сколько это нам обошлось? 100 грамм картошки, форели Или овощей на пару Будет стоить 150 рублей 1115 рублей за вот это все Время 10 минут 6 Возвращаемся Наша экскурсия закончилась Наш поезд стоит ждет Уже дымит вовсю Сейчас поедем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok